МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году алтайские вузы набирают ребят больше на коммерческой основе или на бюджетной? Бюджетный набор преобладает. В общей сложности у нас в этом году порядка 12 тысяч абитуриентов, тех, кто сдавали единый государственный экзамен. И, соответственно, более половины из них обеспечены бюджетными местами. Соответственно, порядка 48-47% это уже коммерческий набор. Но, тем не менее, бюджетники преобладают. Примерно половина. Половина, да. А какие специальности самые востребованные в этом году? Ну, вот на последнюю дату, на которую мы подводили итоги, было подано в наши университеты уже порядка 38 тысяч заявлений. То есть можно посмотреть, с учетом того, что где-то на бакалавриат у нас со специалитетом 6,5 тысяч бюджетных мест, то, соответственно, конкурс мы уже можем посчитать даже просто так, да. А самыми популярными, ну, вот как вы сказали в подводке, топ-5, да, это все-таки остаются у нас экономика, финансы, менеджмент. То есть тенденция вот эта по-прежнему актуальна. И государственное и муниципальное управление. То есть конкурс составляет на сегодняшний день более 30 заявлений на место. По вот этим направлениям подготовки. Инна Сауточню, государственное управление, муниципальное, это чиновники? Это чиновники. То есть молодежь желает работать чиновниками? Да, молодежь желает работать чиновниками, направления пользуются популярностью, но, к сожалению, бюджетных мест по данной группе, укропненной группе специальностей, достаточно мало, остается в крае. Практически треть бюджетных мест это инженерное дело. Около четверти, где-то 25%, это у нас образование, педагогические науки. И еще такое массовое, это сельскохозяйственные науки, здравоохранение. То есть вот эти направления у нас очень неплохо обеспечены бюджетными местами. Также популярны в этом году, ну, собственно, как и в предыдущие годы, это творческие все направления подготовки, журналистика, дизайн. Здесь конкурс составляет в пределах 15-20 человек на место. Информационные технологии пользуются спросом, информационная безопасность, 10 и выше конкурс. Ну и, в принципе, в этом году очень актуально вот в Алтайском государственном аграрном университете такое направление подготовки, как эксплуатация сельскохозяйственной техники. Наверное, впервые такой большой конкурс, 11 человек на место на сегодняшний день. Поэтому механики, инженеры, механики вот набирают обороты, в том числе и в крае. В техническом университете достаточно серьезно востребовано направление строительства, инженерные специальности также. В принципе, на сегодняшний день практически по всем абсолютно укрупненным группам специальностям конкурс есть. То есть так, чтобы не закрыты какие-то бюджетные места были, такого нет. Ну вот вы сейчас сказали 10-15 человек на место, и где-то даже вот произнесли цифру 30 человек на место. Это самый большой конкурс. Самый большой конкурс, да. Еще раз, это какая специальность? Ну, экономический блок, так скажем. Любое из направлений подготовки по экономике. А на ваш взгляд, вот экономисты, юристы, они востребованы так, как вот еще там, не знаю, 10 лет назад? Легко ли им найти работу? Да, на самом деле направления подготовки экономистов, они ведь тоже меняются. И сейчас более востребованный мультидисциплинарный подход, такой, как, например, экономист-информатик, экономист-финансист. Ну, то есть, как бы, два в одном, сдвоенные какие-то профессии, они более интересны работодателю. Но, тем не менее, с учетом того, что у нас идет планомерное снижение, к сожалению, бюджетных местно-экономических направлений, конкурс очень большой. Хотя потребность-то в экономистах и финансистах, она все равно сохраняется. Другое дело качество выпускников. Вот вы сейчас сказали, междисциплинарные направления, это такой, ну, новый тренд какой-то, да? Ну, например, вот технический университет с этого года запустил очень интересную программу, которая называется «Цифровые финансы», тоже ажиотажный спрос, в общем-то, на данное направление подготовки. Это как раз тот молодой человек, который придет и будет уже работать в цифровой экономике с тем массивом данных, который на сегодняшний день, это вот то, что мы говорим, там, аналитик, бигдата и так далее. То есть, вот это вот как раз технический университет готовит. Кстати, в этом году достаточно много новых направлений у нас открыто и в классическом университете, в нашем опорном ВУЗе, это и новое направление, связанное с археологией, то есть, ну, уже более современное, с использованием IT-технологий точно так же. Вот это и направления, связанные с художественным дизайном, то есть творческие профессии, медийная журналистика, то есть мультимедиа. Поэтому все ВУЗы стараются открывать то, чего раньше, возможно, в крае не было, с тем, чтобы миграция наших абитуриентов, она снизилась. А вот какие специальности самые дорогие? Может быть, как раз те, которые вы сейчас назвали, новые или нет? Да, безусловно, как раз ажиотажные специальности, как правило, наиболее дорогие. Опять же, если посмотреть в среднем по стране, то образование в Алтайском крае, конечно, более дешевое, что привлекает к нам абитуриентов из других территорий, как раз и на коммерческий набор в том числе. Безусловно, нельзя сравнить цену за образование даже в Новосибирске и в Алтайском крае, поэтому здесь наши ВУЗы в приоритете. С точки зрения цены-качества, в общем-то, цена не завышена. И все-таки, сколько в среднем стоит год обучения на какой-нибудь дорогой специальности? Ну, дорогая специальность может быть на сегодняшний день уже порядка 120-130, да, вот, наверное, максимальный. Это те, которые связаны там с информатикой, то есть прикладные какие-то такие сложные вещи. Они, да, они на самом деле дорогие. Вот вы сказали, что по сравнению с другими регионами стоимость у нас ниже. В связи с этим, наверное, к нам много ребят едет там из соседних тех же областей регионов, да? Безусловно, удельный вес инорегиональных студентов, то есть студентов из соседних территорий, не только, он растет. Так же, как и иностранных студентов из года в год. Ну, безусловно. А иностранцы к нам? Из каких государств вообще ребята едут? Ну, если буквально еще 2-3 года назад это было ближнее зарубежье, то есть это наши соседи Казахстан, Таджикистан, Киргизия, то сейчас, безусловно, спектр стран расширился. Это и Ближний Восток, то есть арабские государства, Сирия, Иран, Индия. Очень много Африки есть, учатся. Ну, и, как ни странно, в принципе, и Европа. Европа тоже стала приезжать в регион. А какие государства? 2-3 примера можно? Ну, есть у нас студенты из Ирландии даже, их учатся. То есть примеры, конечно, единичные, но, тем не менее, в принципе, наш классический университет присоединился к приоритетному проекту «Экспорт российского образования» и за счет этого, безусловно, привлекает иностранных студентов для обучения непосредственно на территории Алтайского края. В завершении программы очень кратко скажите, насколько успешно в этом году или нет проходит приемная кампания, когда она завершится? Безусловно, успешно, с учетом того, что в прошлом году, допустим, на начало июля у нас было 27 тысяч заявлений, в этом году на 10 тысяч больше. Соответственно, интерес к нашим вузам растет. Последний день приема документов, первой волны, как мы называем, это 26 июля. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова